Наверное, не существует человека на подсоветском пространстве, который не слышал бы об этом талантливом певце и актере. Из «заепатажного поведения на сцене», экстравагантных костюмов, длинных волос и превосходной пластики, многие журналисты убеждены в том, что у Валерия Яковлевича нетрадиционная сексуальная ориентация. Так ли это на самом деле или это очередные происки «желтой прессы»? Интересные факты из биографии. Детские годы Леонтьева прошли в небольшом российском городе Юрьевец Ивановской области. Ничего особенного в этом поселке не происходило, монотонность и рутина иногда просто допекали молодое дарование. Как впоследствии признался сам певец, именно желание перемены самосовершенствования дали толчок его переезду. Из «за своей врожденной скромности и робости» Валерий не раз попадал в трагикомические ситуации. Первый неудачный опыт произошел, когда он хотел сыграть рыбака, но из «за переживаний удочка запуталась». Маленькому Леонтьеву ничего не оставалось, как с плачем ретироваться со сцены. Через какое-то время будущий певец стал потихоньку работать над своим страхом сцены. Игра в драматическом кружке, декламация стихов – лишь часть того, чем он занимался в отрочестве. Это интересно, мало кто знает об этом, но изначально Леонтьев мечтал стать океанологом и поехать на Дальний Восток. Но, как видите, этой мечте не суждено было сбыться. Невзирая на свой потрясающий певческий талант, у Валерия Яковлевича была непростая жизнь. Попытка поступить в ГИТИС обернулась провалом, посмотрев на абитуриентов, которые подавали документы. Леонтьев решил, что совершенно им не соответствует, поэтому решил забрать документы и вернуться на родину. Портной, электрик, грузчик, смазчик, почтальон – лишь неполный список его профессий до начала певческой карьеры. В конце концов, ему это надоело и он решил давать концерты в Дворце культуры в Оркуты. Талантливого юношу заприметили и с тех пор его карьера стала стремительно развиваться. К сожалению, во время восхождения на «Звездный Олимп» было немало взлетов и падений. Леонтьев не отрицает, что в период депрессии злоупотреблял алкоголем и, порой, даже думал покончить с собой. Целых три года он пил, совершенно не желая думать о карьере, но смог взять себя в руки и полностью отказаться от «Зеленого змея». Личная жизнь и ориентация знаменитого певца. Известно, что свою личную жизнь Валерий Яковлевич держит за семью печатями, что и вызывает непонятки и пересуды у представителей СМИ. Леонтьев не раз опровергал в интервью свою причастность к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, но потом понял, что это бесполезно. Практически никто не знает о том, что Валерий женат. Его избранница, это Людмила Исакович, работает руководителем его балета. Многие заявляют, что этот брак – всего лишь прикрытие для Леонтьева, так как Исакович предпочитает женщин, а не мужчин. Правда ли это, до конца никому не ясно. А что по этому поводу думаете вы? Пишите ответы в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?